Сегодня в столице презентовали книгу, посвященную 25-летию главного закона страны и роли Ельбасы в конституционном строительстве независимого Казахстана. Выпустили ее в канон 80-летнего юбилея Нурсултана Назарбаева. Авторов несколько. На подготовку издания ушел целый год. Оно повествует о выстраивании современной политико-правовой системы республики. На страницах можно найти фрагменты выступлений Ельбасы на различных форумах и встречах. Собраны там и воспоминания соратников первого президента. Участие в онлайн-презентации приняли представители общественности, авторы и зарубежные эксперты. Тираж издания 500 экземпляров. Уже сейчас книга доступна на сайтах Конституционного совета и фонда первого президента. Со временем она появится во всех библиотеках страны. Уверен, что ознакомление с книгой будет способствовать всесторонному изучению бесценного вклада первого президента в становление конституционных основ Казахстана, а также повышению правовой культуры нашего общества. Четверть века показала эффективность и прогрессивность конституции республики Казахстан. Все успехы независимого Казахстана зиждятся в верности провозглашенным внеистенностям, которые отвечают чаяниям большинства граждан страны. Когда я участвовал в Венецианской комиссии в оценке реформы последней конституционной в 2017 году, тогда Венецианская комиссия дала очень положительную оценку. Важно было, что видение, которое началось еще раньше, и президент тогда обозначил, что постепенно перераспределили полномочия, учитывая специфику Казахстана, что уже можно было некоторое положение, не меняя суть президентской власти и формы правления, но уже достало время перераспределились некоторые полномочия. Продолжение следует...